Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня у нас в студии Николай Николаев, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, фракция «Единая Россия». Николай Станиславович, добрый день! Скажите, пожалуйста, вот сейчас подвели итоги исполнения бюджета 2012. Довольно долго обсуждался документ, всесторонне изучался, и, насколько я поняла, как раз фракция «Единая Россия» дала достаточно высокую оценку работе с бюджетом 2012 года. Вот что именно для вас послужило поводом для этой оценки? Бюджеты прошлого года у нас были как никогда социально ориентированы. То есть более 70% консолидированного бюджета были направлены на социальные нужды населения Чувашской Республики. Это отрасль здравоохранения, которая имеет порядка 22% расходов из нашего бюджета. Это образование, беспрецедентные меры поддержки, которые были направлены в прошлом году. Мы все прекрасно знаем, сколько средств было потрачено на реконструкцию, на строительство, на капитальный ремонт. В том числе огромные средства из федерального бюджета поступали на приобретение спортивного инвентаря, школьных учебников. Конечно, это уникальный проект, который, на мой взгляд, хоть и в этом году заканчивается, но, тем не менее, сейчас мы активно обсуждаем, чтобы он был продолжен. Чтобы эти меры не останавливались только текущим годом, но чтобы этот проект был продолжен и в следующих годах. И, безусловно, это отрасль здравоохранения, которая за два года получила у нас в республике более 4,5 миллиардов рублей. И расходы здравоохранения в Чувашской Республике 22% консолидированного бюджета. Это порядка 8 миллиардов рублей. Конечно, колоссальная сумма. Это моя любимая тема здравоохранения. Эти все средства были освоены или что-то осталось? Были переходящие остатки, которые федерального бюджета, значит, наша Чувашская Республика, благодаря тому, что мы достаточно эффективно использовали средства по модернизации, получила дополнительно свыше 200 миллионов рублей в прошлом году. Дополнительно то, что не было предусмотрено изначально. И часть этих средств перешло на текущий год. И, безусловно, что все эти средства, они будут реализованы целенаправленно на те статьи, которые предусмотрены. Есть разница между сельским здравоохранением и городским здравоохранением. И очень важно на сегодняшний день, мне кажется, обратить внимание именно на сельское здравоохранение. Не случайно в нашей республике реализовывается программа. Это 100 ФАПов для села и первые фельдшеские акушерские пункты мы увидим открытыми буквально скоро в канун Дня Республики. На какой срок рассчитана программа? По-моему, не очень продолжительная. По модернизации здравоохранения? Нет, по ФАПам. По ФАПам, да. Это буквально за 2-2,5 года программа будет реализована. И каждый район получит у нас по 3 ФАПа. Если учесть, что у нас 290 сельских поселений, то каждое второе. Ну, по сути, да. Ну, каждое третье. Что еще стало таким очень значимым? Ну, давайте посмотрим и подведем итоги прошлого года. Впервые за многие годы мы начали строить детские сады. Да, безусловно, важная тема. И мы помним те обещания, которые были озвучены, что в этом году, к 1 сентября, мы должны закрыть очередность детей от 3 до 7 лет, а в следующем году, к 1 сентября, очередность в детские сады детей от 1,5 лет до 7 лет. И, безусловно, те меры, которые были приняты, они также беспрецедентны. И, кстати, хочу сказать, что буквально недавно было объявлено о партийном федеральном проекте «Детские сады детям». Очень приятно, что этот проект возглавляет наш депутат Государственной Думы Алена Игоревна Аршинова. И мы планируем, что республика получит достаточно серьезную сумму на реализацию этого проекта. Пока эта сумма окончательно еще не утверждена, но приблизительно это от 500 до 700 миллионов рублей в текущем только году, что по нашим расчетам позволит достроить... Ну, на соединении с бюджетными средствами нашей республики. Конечно. Ну, это на условиях софинансирования, это понятно. Вот эти средства позволят достроить приблизительно детских садов, значит, их уже, ведущих строительство, и еще начать примерно такое же количество детских садов строить. И тем самым мы планируем, что, конечно, к 1 сентября следующего года вот эту очередность детей от 1,5 до 7 лет мы полностью закроем по детским садам. Николай Станиславович, помимо того, что вы депутат Государственного Совета, вы еще руководитель общественной приемной регионального отделения «Единая Россия» в Чувашии. Как у вас сейчас там обстоят дела? Насколько активно обращаются люди в эту приемную? Люди по-прежнему приходят, и нас, на самом деле, это радует. Хочу сказать, что мы готовы принимать людей не только по каким-то там проблемным вопросам, но и в целях консультации, разъяснения, поскольку у нас в общественной приемной работают и квалифицированные юристы, и депутат Государственного Совета Генрих Геннадьевич, который также является у нас юристом. Мы с прошлого месяца ввели такое множество, как общение с нашими жителями по скайп-лине, для того, чтобы, ну, понятно, что республика большая, и не каждый человек там готов приехать в Чебоксар, да, да, и мы всегда, скажем так, не всегда доедем до любого села там или до любого района так быстро, как хотелось бы. Поэтому вот мы ввели скайп-линею, адрес нашей скайп-линея «Единоросс-21», и любой желающий может по скайп-лине выйти и задать любой вопрос, который также будет взят на заметку и в обязательном порядке проработан. Ну, это все-таки не круглосуточно, а во время работы по общественной приемной. Общественная приемная, да, у нас работает еженедельно, 5 дней в неделю, да, в рабочих с 10 до 19 часов. Ну, и помимо того, большая работа проводится в партии не только вот по, скажем так, линии здравоохранения или образования, но еще вы знаете прекрасно, что у нас Чебоксарская республика, в общем-то, достаточно активно занимается развитием массового спорта, физкультуры, и у нас 24 фока, которые были построены на территории республики, да, в этом году по партийной линии мы сдаем еще три объекта спортивных, это детско-юношеская спортивная школа номер 9, это у нас Канажский район и Новочебоксарский. И также на партийном контроле заявка следующего года, куда мы хотим включить и физкультурно-оздоровительный комплекс в Ишлеях, спортивная готовка на шее и ряд других объектов. Поэтому, в общем-то, я считаю, что партия «Единая Россия», она последовательно выполняет те обещания, которые давала в свое время нашим избирателям. Ну что ж, спасибо вам большое, Николай Станиславович. Я напомню, что сегодня нашим собеседником был депутат Государственного совета Чувашской республики Николай Николаев, фракция «Единая Россия». Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова